It's my life, it's now or never Cause I ain't gonna live forever Чухнулась утром, что нет ни губки для мытья посуды, ни бумаги туалетной, ни пол чем помыть В общем, забежала в остров чистоты, у нас такой открылся магазин, где есть все Поэтому быстренько покажу, что я купила Губки для мытья посуды, одну уже бросила мыть Вот реально, не было ни одной губки У меня обычно, как бы я знаю, что заканчивается Если губки нету, то я открываю свой ящик, где все в запасе и беру оттуда А тут открываю, короче, нету ни одной губки И в общем, не знаю даже, что делать Пила губку, одну оставила на работе, а то мы сегодня чай пили с тортиком И даже не очень было помочь Мне нравятся вот такие вот, предпочитаю вот такие вот пупырышки Штые Солетная бумага Ну, дева обычная, что сказать Что сказать про туалетную бумагу Так, паста зубная отбеливающая Сплат, наконец-таки Вы знаете, все время по утрам я пользуюсь отбеливающей пастой Вечером у меня паста как-нибудь лечебная Или что-нибудь в этом роде Но отбеливающая закончилась И чистила, ну, лечебными там всякими тралевами И действительно заметила, что зубы потеряли белизну Поэтому возвращаюсь опять к отбеливанию Обожаю вот эту пасту Очень-очень суперская паста Реально видно, становятся зубы белее Реально Так, дальше у меня идет мистер пропор Как вы знаете, у меня сейчас ремонт на кухне Вот я именно снимаю с кухни Потому что не буду показывать вам Пока окончательного не будет результата На полу сижу И так как ремонт В общем, мой мистер пропор Просто даже не успевал справляться Он закончился со скоростью ветра Потому что пол мыло Раз по пять, наверное, в день И, ну, естественно, каждый день Поэтому очень быстро закончился И я купила фиолетовый Кстати, фиолетового не было У меня лимон закончился А когда я покупала лимон, я хотела фиолетовый Он очень вкусно пахнет Причем пахнет здесь написано Сиренью Но он пахнет реально Какими-то мужскими духами Поэтому Очень вкусный запах Вот именно сирень А вообще мистер пропор Мне нравится очень Для унитаза, для бочка Всегда покупаю вот такие вот таблетки Гигиенические Брев Есть и подешевле Но они быстрее Ну, как смыливаются, да А так, получается, смываешь водичкой И она уже продезинфицированная Голубенькая, красивая вода Очень-очень мне нравится Их надолго хватает Крем для рук Бархатные ручки Почему купила именно Бархатные ручки Он очень дешевый Потому что руки Убило просто в хлам У меня руки сохнут Невероятно Из-за этих уборок Ремонтов Ну, вообще Рукам беда-беда Даже в прошлые выходные Неделю назад Я, ну, еле их разгибала Ну, очень мне было тяжело с руками И у какого-то блогера Блогера девушки Она посоветовала В медицинские обычные перчатки Налить побольше крема Жирно так Она говорила Вообще полный тюбик выдавить Ну, не знаю Еще не пробовала Ну, короче, как получится И одеть перчатки И вот реально походить Ну, где-то в течение часа И вот хочу попробовать Что же получится Специально я купила Регенерирующий Ну, то есть, как бы Заживляющий Восстанавливающий И попробую, что получится В общем, потом расскажу И закончился у меня Закончился шампунь И на этот раз Шампунь Покупала Один у меня был критерий Чтобы шампунь Бутылка была с дозатором Все, мне было по боку Какой она будет фирмы Пусть она будет стоить Две копейки Пусть она будет стоить Миллион долларов Ну, смеюсь, конечно Но, чтобы был с дозатором Потому что очень-очень удобно И Ну, вот Мне хочется, чтобы был с дозатором Потому что у меня стоит постоянно В одном месте шампунь Как бы я давленула Как бы И никаких проблем И тут, в общем Мне попалось У нас было два Два варианта Шикарный выбор Два варианта Либо Профессионал Какая-то серия Огромная бутылка Польская шампунь И Литр там, кстати Ну, вот что меня и засмущало Думаю, блин Литр Это Как бы так Не хватит Моих нервов На литр А здесь Шестьсот миллилитров То есть меньше И Вы знаете Я прочитала Что шампунь Произведена Сделана в Германии Вот написано Фокусируемся Значит Сделана в Германии Поэтому Ну Как бы Я обрадовалась Меня это обрадовало Вот такая Огромная шампунь Не знаю Не пробовал Но шампунь Я как бы Больших Не жду От шампуня Фокусов Там, да Просто Тупо Вымыть волосы Шампунем Чтобы они Хорошо Вымылись Пена была И Не знаю Больше Здесь написано Что даже Без 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 Силиконов Парабенов Не знаю Не читала Так Фокусируемся Вот Без Силиконов И парабенов Вот Одного нажатия Достаточно Ну посмотрим В общем Ну Подкупила то Что Германия Ну В общем Вот и все Так быстро Доскочила Купила И сегодня Я буду еще Делать У меня сейчас Генеральнейшая Уборка Потому что Пока Как говорится Есть время Пока Субботнее Чудесное Предпраздничное Предпраздничный Вечер Субботний Чудесный И я Занялась Уборкой Вот так Дорогие Девчонки Все Пошла Убираться Делаю Шарлотку С карамелизированными Яблочками Это мой Рецепт Проверенный Годами Веками Он очень Простой Я даже Уверена Что Все У каждого Такой же Рецепт Но Однако Тем не менее Решила Вот его Как бы Снять И показать Карамелизирую Яблочки Между прочим Я впервые Я обычно Их не карамелизирую Но Этот раз Почему-то Решила Вот так Их Так Получилось Много И Значит Я сюда Добавила Просто кусочек Сливочного масла На сковородку 2 столовых ложки Сахара И высыпала Яблочки Вот они у меня Так Как бы Жарятся Пока Ну Такого цвета Пока Не станут Мягенькие И пока Не Цвет не поменяют На коричневый И Вот здесь У меня Комбайн Мешает 3 яйца И Боже мой И 200 грамм сахара Стакан сахара Но я обычно Сыплю все время Меньше Чем 200 грамм сахара Потому что Сладко получается Тем более В яблоке Добавляла Поэтому 3 яйца И Чуть Меньше Стакана Сахара Стакана Сахара Там И Также Сейчас Когда все это Взобьется Я туда еще Добавлю Стакан Муки И Чайную Ложку Разрыхлителя Вот в такую форму Старая Добрая Моя Силиконовая Форма Уже Горелая Перегорелая Я выложила На дно Причем Я ее ничем Не смазываю Яблочки Карамелизированные Они Размягчились Но До состояния Повидла Их Конечно Не доводило И Вот такое Получилось Тесто Очень Мне оно нравится Оно эластичное Такое Как сметана Текучее И Очень Очень Хорошо Взбита Я сейчас Это сюда Выливаю И При температуре 180 градусов На 30 минут В духовочку Отправляю Ну и Вот такая Шарлотка У меня Получилась Я ее Перевернула Видите Яблочками Кверху Посыпала Корицей Очень сильно Я люблю Она вот такая Высокенькая В форме Для кекса Я вообще-то Не выпекаю В форме Для кекса Шарлотку Но Здесь я хотела Чтобы яблочки Были сверху Поэтому Когда переворачиваешь Получается так В общем Обалденно Очень вкусно Просто Быстро Легко То что я люблю Мои мужики Будут довольны Я надеюсь И я тоже Буду уплетать Вместе с ними Девчонки Всем привет Стою в таких Неудобных условиях Но очень-очень Хочу Показать вам Чудо Провести Такой Эксперимент Поверьте Это Не фокус Это Действительность Давайте Меньше слов Буду все В процессе Показывать Значит Что я хочу Показать Я хочу Показать Просто апельсин Который Имеет Поры Как наше лицо Ну наше лицо Конечно Меньше пор Имеет Чем апельсин Но все же Эксперимент Удастся Я думаю Хочу взять Тональный крем Беру Абсолютно любой Взяла На этот раз Морикей Потемнеет Он Беж 8 Просто Чтобы вам Было видно Смотрите Что я хочу Сделать Представьте Что это Наше лицо Которое Мы каждый день Беру Тональный крем И Которое Мы каждый день Мажем Тональным кремом Хорошенько Его смазываю Так вот Побольше Просто Так как У апельсина Поры больше Чем на нашем лице Поэтому я И тонального крема Буду использовать Больше Ну как бы Для Так сказать Чистоты Эксперимента Чтобы все Было видно И понятно Вот смотрите Прям я вбиваю В поры Чтобы наша кожа Была прям Гладенькая Чтобы Все это Было Замаскировано Видите Тональничек Темный Поэтому будет Очень хорошо Видно Значит Что Происходит Мы Наносим Тональный крем И Выравниваем Наше лицо Вот мы Нанесли Причем Достоверность Этого Эксперимента Даже Даже я хочу Вам Сказать Очень Такая Ну так Как я делаю Это быстро Поэтому Представьте Даже Что Тональный крем После эксперимента Вы представьте Что это я Сделала За 5 минут А что будет Если Целый день Мы ходим Тональником На лице И Что происходит В общем Вот Тональный крем Значит Вечером Мы приходим Включаем Воду Сначала Снимаем Мицеллярный Какой-то Водой Но этого делать Не буду Ну как бы Хочу Показать Основное Включаем Воду И Берем Средство Я беру Тоже Средство Морикей Для жирной Кожи Оно идет С гранулами И Начинаем Умывать Лицо Вот Мы Умываем Лицо Мы Умываем Лицо Оно Со Скрабом Идет Видите Смывается Все Все Как Положено Мы Умываем Лицо Смываем Тональный Крем Не Смылся Мы Упорно Второй Раз Смываем Лицо Значит Мы Упорно Смываем Вот Я Выдавила Еще Средство Смываем Опять Лицо То есть Мы Моем Наше Лицо Моем 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 А ну тем более Со скрабом Хорошенечко Моем Значит Смысл в том Что Тональный Крем Все равно Остается Теперь Я беру Чудо Щетку Мэри Кей Щетка Для умывания Лица Наношу На нее Средство Так Видно Наношу На нее Тоже Капельку Средства Беру Тот же Апельсин И начинаю Сейчас Вот Я буду Мыть Половину Намазанного Тональным Кремом Лица Щеткой Этой Нужно По 15 Секунд На Зону То есть На зону Лба Подбородка И так далее По 15 Секунд Вот смотрите Что происходит Смотрите Вот я Половину Вымыла Просто Половину Выключаю Щетку Смотрите Сколько Удалилось Крема Из наших Пор И я Надеюсь Видно Вот Половина Вымытая Щеткой Прям Видите Прям Полоса Проведена Посмотрите Насколько Чисто Он Вымывает Поры Причем Это я Делаю Сейчас Холодной Водой Продолжаем Вот Смотрите Где Остался Тональный Крем Мы Просто Держим Водим Все Тональный Крем Смыт Я Надеюсь Вы Видите Эффект Где Грязно Вот Смотрите Как Оно Смывает Вот Здесь Тональный Крем Остался Просто Я Легко Приложила И 15 Секунд Мы Водим Но Тут Видно Что Я Даже 15 Секунд Не Вожу Все Тонального Крема Нет Вот Видите Где Остался Где Не Водила Он Остался Вот Сколько Он Сразу Собирает Тонального Крема Вот Вы Представляете Что Значит Помыть Руками Лицо И что Значит Вымыть Лицо Этой Щеткой Вот Вот Пример Вот Сразу Видите Вот Зона Где Вообще Не Коснулась Я Вымыла Почти Весь Апельсин То есть Щетка Это Невероятное Просто Чудо Оно Настолько Вымывает Наши Поры Что Ну Я Не Знаю Лучше Наверное Просто Придумать Нельзя Поэтому Это Не Реклама Это Просто Я Сама Додумалась До Этого Взять Вот Так Вот Сделать Посмотреть И Я Была Удивлена И Когда Я Заказала Эту Щетку На Второй День У Меня Пришла Такая Мысль Такая В голову Пришла Что Из Всего Всего Что У Меня Есть По Уходу За Лицом Крема Скрабы Маски Пилинги Все Щетка Это Лучшее Что У Меня Есть По Уходу За Лицом Поэтому Делайте Выводы Смотрите Даже Ради Просто Сделайте Такой Же Эксперимент Проведите Просто Ради Интереса Это Очень Интересно И Увидите Вот Такое Чудо Поэтому